Давайте вместе скажем славу нашему Господу за то, что мы еще можем слушать Слово Божие, находясь на этом месте. И дело не в том, что проповедник на себя, когда выходит за кафедру, берет такую ответственность утверждать, что каждое его Слово – это Слово Божие. Но дело в том, что даже через такого, как я, Господь может что-то каждому сегодня сказать. Пусть Господь благословит. Я бы хотел зачитать два места, и мы помолимся. Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». И Евангелие Таана, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от духа. И в моей жизни был один пример, я просто поделюсь кратенько. Ну, как-то раз сидела в больнице, наблюдала вообще за происходящим. И такой у меня, в пример, в голове вырисовался. Кто был хоть раз в больнице, тот знает, что для того, чтобы там попасть в регистратуру, нужно взять талончик. Если ты пришел сильно поздно, то у тебя на талоне может 150 номер стоять, 200, 300 и так далее. И вообще поведение человека, пришедшего в больницу, может быть разным. Один вариант – это он пришел, увидел, что у него сильно большой номер на талоне, оставил талон и ушел домой. Другой вариант – он пришел, сел, взял свой талон и сидит, ну, как бы так, невнимательно слушает объявление. И когда объявляют его номер, он это объявление благополучно пропускает. После чего он, соответственно, не может подойти к регистратуре, взять направление к врачу, а ему заново надо идти и брать этот талон. И третий вариант – когда человек сидит, таких людей в основном большинство, они сидят, слушают внимательно то, что объявляет система, да, и в итоге, когда вызывают его номер, он с талоном подходит и получает то, что он хочет, то есть там направление к врачу или еще что-то в этом роде. И я просто так подумал, что в нашей жизни духовной все выглядит примерно так же. Вот мы можем приходить пред Господом на служение, молиться даже как-то, три часа здесь провести и уйти домой ни с чем. И в чем вообще суть? Я просто размышлял, так смотрел на свою жизнь, на свое хождение пред Богом, на молитвенную свою жизнь и обратил внимание, что если я прихожу к Господу, например, просто прихожу в молитве, смотрю, что путь слишком долгий, думаю, да я никогда вообще не домолюсь до того состояния, чтобы исполниться духом, то я вот как тот человек, который взял талон, посмотрел на свой 150-й номер, отложил его и ушел домой. Если я, допустим, прихожу в молитве и думаю, ну сейчас меня Господь будет наполнять, а сам думаю о каких-то мирских вещах, о каких-то бытовых вещах, или просто не стараясь молитвы, не направляя свои мысли к Богу, то я похож на того человека, который пришел и пропустил свою очередь. Но если я пришел и жду вот этого посещения от Господа, жду общения с Ним, жду, что Он ответит на мою нужду, что Он выйдет ко мне навстречу, и как добрый врач Он исцелит, тогда я похож на того человека, который пришел и с нетерпением ждет, когда его вызовут в очереди. Я зачитал два места, в одном из них написано, что в молитве нужно бодрствовать с благодарением, а в другом месте написано, что Дух дышит где хочет. И очень важно в молитве нам быть в бодрствующем состоянии, наблюдать и быть чуткими к Духу Божьему, чтобы нам не оказаться в такой ситуации, что Дух пришел, побыл здесь с нами и ушел, не увидев в нашем сердце ответа. И я хотел бы сейчас молиться, просить Божьего благословения и на оставшиеся служения, и на наши сердца, чтобы нам быть внимательными к Его действию, и не уйти отсюда с пустыми руками, но и уйти отсюда с исцеленными сердцами и измененными жизнью. Пусть благословит нас Господь.